Мы больше разные, чем схожие. Лёша больше любит такой отдых в палатках, в горы, куда-то ему надо ночевать на мане, на камнях спать. Я больше люблю комфортный отдых. Я тоже люблю природу, но на той же мане мне нужен домик с кроватью. Из-за того, что мы не можем решить этот вопрос, это случается реже гораздо. Мы выезжаем. Ну, по возможности, мы идем на компромиссы друг к другу. Я тоже могу поспать легко в палатке. Я беременная, спала в палатке. Не, ну да, мы находим общий язык, но вот прошлым летом я ни разу не был на наших озерах, ну, как наших, там, в Казких. Вот, и Юля с Варварой поехали куда отдыхать. Я их повез, ну, не поехал с ними, потому что нужно было работать. И я за один день совершил путешествие, я проехал, сколько там, 380, 400 километров, проехал, ну, заселил их, искупался за 70 рублей один раз и уехал обратно. Ну, это так просто, у меня было такое путешествие. Они отдохнули, я нет. Ну, я надеюсь, что сейчас потеплеет, и я уйду в поход на... Месяц? В горы, на ману, не знаю. Ну, есть в планах выбраться в такой поход. Наш последний совместный отдых за границей. Мы решили, что мы будем искать там жилье и снимать, и сутки мы потратили на это. Но мы были с друзьями, нам было интересно. Под конец дня, когда уже темно, мы до сих пор не знали, где мы будем ночевать. Но вообще мы такие не экстремалы. Ну, экстрим в плане истории-то, наверное, много было всяких. Ну, их, наверное, не расскажешь. Мама будет смотреть, меня не одобрит. Ну, у нас никогда не было схожих прям увлечений и увлечений. Просто, наверное, на отношениях друг к другу. Лёше понравилось, как я к нему отношусь, какое у меня с ним поведение, какие требования, которых на самом деле не было, то есть каких-то лишних. Мне понравилось его отношение ко мне. И просто на взаимном уважении таком появилось любое. Юля любит одну еду, я люблю другую еду. Она любит там вот такую мебель, такие картинки, когда там мы что-нибудь пытаемся выбирать, смотреть, ну, не знаю, там что, кухня, там, что касается ремонта. Ей одно, мне другое. Я там начинаю этим всем увлекаться. Я выбираю, ей говорю, она, фу, нет, вообще не то. Я обижаюсь на это. Я начну что-нибудь своими руками делать, полку, у меня скандал дома, что ты здесь набросал, напилил, опилки, вот эти все. Ну, как бы, вот в этом плане меня ущемляет очень сильно. Мы их не разделяем, они у нас общие. Всё, Юля, делай. Ну, конечно, большую часть, поскольку Лёша больше работает, и я больше нахожусь с ребёнком. Но всё же, когда он дома, он мне помогает. То есть те же подгузники, и покормить, помыть. Когда Варя была маленькая, совсем с ней гулял исключительно только Лёша практически, и купал только он её почти. Сейчас она сама гуляет уже и моется. Вот. Ну, то есть во всём помогал мне, но не было такого, что это делаешь ты, это делаю я, мы делаем всё вместе. Мы на свадьбе ныли. Все. Ну, серьёзно. Когда там были сказаны трогательные слова, я первый начинал их говорить, потом Юля говорила. Ну, как бы, я начал и не смог сдержать своих эмоций. И потом заплакала Юля, и потом заплакали все 70 человек, которые были у нас на свадьбе. До сих пор это видео у нас хранится, мы его смотрим, а мне прям стыдно его смотреть, потому что я расплакался. Вот. Больше я не плачу. Видимо, вот тогда вся моя романтика закончилась. Малыш подрастает, и ты видишь, что он прям всё запоминает, всё копирует. И если не удивлять ему время, то можно потерять это драгоценное время.